Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. После развода не хочу жить. Понимаю, что детьми никому не нужна, хотя сама была инициатром развода, но очень одиноко и плохо на душах. Иногда иду по улице и думаю, вот бы закончилось. Это жизнь, и по-другому у меня нет поговорить, хотя работа у меня общительная, много людей. По работе располагаю в шеех, общаюсь, а как делать о дружбе я отстраняюсь. Я знаю, что надо обращаться к психологу, но мне почему-то стыдно жаловаться. В первую очередь здесь нужно сказать, что развод — это травма, психологическая травма, и вам нужно её прожить. Это первое. То есть на вас сейчас вполне может оказывать влияние именно развод и травма-развод. Второе. Вам желательно совершить некий такой апкап. То есть вспомнить, собственно, из-за чего вы развелись. Ну, вот просто, из-за чего вы развелись. то есть, ну, вы же, наверное, как-то вот ну, решали что-то. То есть вы же как-то принимали решение развестись. Так вот, на что вы опирались? Да? Вот. Так вот, на что вы опирались? когда принимали это решение. Ну, решение по разводу, собственно говоря. это, на мой взгляд, очень такой, ну, важный момент вообще-то. потому что... ...эээ, сейчас... ...на данный момент... ...вы как будто бы нехило так обесцениваете эээ... ...своё же... ...собственное решение. Дальше. Эээ... ...следующее, на что хочу обратить... ...обратить ваше... ...внимание. Дети. Эээ... ...не считаете ли вы, что... ...в принципе, можно жить... ...эээ... ...для детей? Не, ну, понятно, что... ...это... ...не самый лучший... ...эээ... ...вариант, да, но... ...тем не менее. То есть, вот, есть такое ощущение, что... ...как будто бы вас, знаете... ...ммм... ...не очень волнует, что ли... ...ээ... ...то... ...детьми... ...будет... ...ну... ...вашими... ...детьми, я имею ввиду. Вот. То есть... ...ээ... ...как-то вот это, на мой взгляд, эээ... ...эээ... ...нужно... ...эээ... ...постараться... ...увидеть... ... ...я бы... ...так сказал... ...я бы так ответ... ...эээ... ...эээ... ...я бы так вот здесь... ...эээ... Такой бы дал здесь ответ. Далее, вы говорите, что с детьми вы никому не нужна. А нужны ли вы сами себе? Вот. Опять же, есть такое ощущение, что как будто бы сами себе вы особо не нужны. То есть, тут как будто бы дело не в детях, как будто бы, а дело как будто бы в вас. Понимаете, да? Вот такое чувство у меня, ну, возникает. Потому что, как бы, вам как будто бы не ради чего жить. Но дети вас не привлекают. В качестве мотива дети вам не откликаются. В качестве мотиватора жить. И, поскольку вы чувствуете себя одинокой, то я думаю, что есть элемент какого-то непринятия себя. Ну, и, возможно, сведение вот своей ценности только к мужчинам. И стремление быть именно кому-то нужным. То есть, вот, не себе, да, то есть, не самой, как бы, вот, наполнять свою жизнь интересом. А вот, чтобы, ну, кто бы это делал. То есть, как-то, вот, есть такое ощущение, что, ну, очень сильно вы себя обесцениваете. Либо обесцениваете, либо уже обесценили очень сильно. Сильно. Вот. Что, конечно, довольно грустно. Если это так. По поводу стыда. По поводу стыда. Из-за того, что вы жалуетесь. Да, вам может быть стыдно. Я, ну, прекрасно понимаю. Я понимаю вас. Понимаю, что, может быть, это стыдно. Но. Вопрос-то не в том, как бы, что стыдно. А вопрос-то в том, как-то, вот, хотите ли вы менять свою жизнь. Вот. Вот в чем здесь вопрос. Пусть, да, пусть, пусть, пусть будет, эээ, пусть будет стыдно. Пусть будет стыдно. Ну, на самом деле. Пусть будет стыдно. Но, если вы хотите менять, эээ, свою жизнь. Эээ, вот. То, эээ, с какой стати, эээ, в этом случае, эээ, стыдно является проблемой. Это первое. Второе. За, ээээ, как бы, жалением. Ну, вот, за тем, что вы себя жалеете. Эээ, на мой взгляд, эээ, скрывается много любви. К себе. Да, это, может быть, ээээ, такой, не самый хороший, прямо, ээээ, способ, ээээ, себя любить. Но, возможно, если вы, эээ, никогда, эээ, ничего, эээ, как-то лучшее-то для себя не делали. Эээ, да. Вот. То это не такой уж и плохой вариант. Поэтому я бы как-то вот, ээээ, сознательно, может быть, шёл, эээ, вот туда. Потому что, во-первых, с вами будет психолог, который поддержит вас, который поможет вам, а вы в этом смысле не будете одна, то есть вы в этом смысле не останетесь как бы, ну, без поддержки, вот, это очень важный момент, на мой взгляд, как-то так, сейчас все выглядит таким образом, что вам как будто бы нравится и хочется продолжать оставаться в таком состоянии, вот, пускай оно вам не нравится и вам грустно, но, понимаете, как будто бы вам, ну, не хочется из этого состояния, как бы, ну, выходить, вот. А, да, не то, что бы вы должны, вот, но если вы хотите свою жизнь менять, то, как мне думается, это необходимо. То есть необходимо идти вот на какие-то такие вот непростые, простые, ну, или не всегда простые решения, вот. Потому что, на мой взгляд, простых решений нет. Поэтому смотрите, выбирайте, выбирайте психолога и начинайте работать по тем моментам, которые я озвучил. на этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего, всего самого доброго, удачи, вы большая молодец, что как-то вот, ну, как-то обратились, да, за помощью, вы большая молодец, что вот, несмотря на свои, значит, ну, сомнения, да, несмотря на то, что вам стыдно, вы большая молодец, молодец, что все равно этим поделились. вот, то есть, как-то вот, первый шаг уже сделан. Дальше будет. Впрочем, главное, не останавливайтесь на, ну, на том, что начали. Всего вам, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь, будем рады помочь. Субтитры сделал DimaTorzok